Весна пришла, весне дорогу. Долгожданную маслинцу нижегородцы встречают шумно и массово. На улице Рождественской традиционно развернулась бойкая торговля. От всевозможных угощений и сувенирной продукции разбегаются глаза. Практически у каждой палатки ажиотаж. Праздничный ассортимент в лучших традициях ярмарок. Я предлагаю украшение ручной работы. Материалы у меня разные. Есть гипоаллергены, это хирургическая сталь, чтобы никак не реагировала с кожей. Есть сплавы, есть дерево, есть цветы натуральные. Все сделано с любовью и теплом. Пряник, он всегда пойдет на ура у всех, под медовуху. Прекрасное настроение, вкусно, сладко. Мы сегодня предлагаем продать традиционные куколки масленицы, называются. Вот маленькие, большие. Их либо сжигают в конце праздника вместе с большой, либо оставляют в качестве сувенира, чтобы приносило удачу в году. Лыка деревянная, как раньше делали, так и сейчас делаем. И, соответственно, ткань красивая, яркая, праздничная, чтобы привлечь весну и прогнать зиму. Для всех пришедших встречать весну повара старательно готовят и главное блюдо масленицы – блины. Тесто румянецы на большой сковороде, ведь желающих попробовать угощение хоть отбавляй. Насколько вкусный блин, насколько тебе понравилось? Мне понравилось смотреть, как делают блин большой. Помимо угощений и бойкой торговли, незабытые развлечения, народные забавы поднимают настроение и сыгрывают всех – самых маленьких и взрослых нижегородцев. Всем хочется, наверное, проводить зиму. Надоело. Устали все от зимы. Хочется весны. Традиции русские. Нужны все. Пусть будет. Чем больше практиков, тем лучше, вы понимаете. Замечательное настроение. Люди такие улыбающиеся. Солнышко выглядывает. Весна чувствуется. Во! Класс! Масленицу отмечают во всех районах Нижнего Новгорода. В самом сердце областного центра на площади Минина и Пожарского тоже шумно и весело. Для всех собравшихся народные забавы и концерт. Ведь по традиции, чем раздольнее пройдут гуляния, тем быстрее уйдет холодная зима, а весна окончательно вступит в свои права.